приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствую в изобилии и достатке сегодня в этом видео уделим внимание 16 апреля поговорим о народных приметах на этот день тоже поговорим о том что нельзя делать в никиты водопала и поговорим о том что на что наши предки просили обратить внимание чтобы этот день прошел благополучно также как всегда друзья уделим внимание лунному календарю так православный народ 16 апреля чествует преподобного никиту исповедника игумена медикийского уже юноша никита стал прислуживать в храме вскоре принял монашество за свой вклад веру и помощь храму а также людям через несколько лет преподобный был избран игумена монастыря сего за свои деяния молитвы и праведную жизнь игумена сам бог иисус наградил великим даром чудотворения на его молитвах слепые снова обретали зрение глухие начинали говорить они мы я говорить о люди с различными врожденными или приобретенными болезнями снова становились здоровыми и сильными традиция в этот прекрасный день не изменилась люди как и ранее собирались и собираются по сей день в церкви и молятся преподобному святому никите 16 апреля была обязанностью каждого крестьянина прочесть самого утра молитву отче наш которая придавала сил и энергии конечно же люди верили что святые слова уберегут и отведут от зла и всякой нечисти в течение целого дня дети были более подвержены к различным болезням они были гораздо слабее старших так как еда была обычная и пресная а витаминов было мало в ней поэтому женщины которые имели взрослых или маленьких детей обязаны были ранним утром склониться над своим чадом и обратиться к великому и святому никите исповеднику с молитвой ну и конечно же попросить у него оберега защиты и большого успеха для своего малыша этот праздник народе называли день никиты водопала или угощение водяного водополом день этот был про будет день этот был прозван не зря связь это видно и связано с началом ледохода естественно с открытием любимого рыбацкого сезона наши предки очень любили рыбу и саму рыбалку так как рыбой можно было прокормить семью не хуже чем мясом и она отлично подходила как жидким блюдам так и к любому гарниру на ужин также считала что в этот день просыпается от зимней спячки водяной который конечно же был не рад этому и был в плохом настроении водяному старались в этот день угодить задобрить хлебом или различными выпечками кашей куриными потрохами в общем всем чем были богаты на столе в этот праздник народ рассказывал что если водяной и ас и оставлял что-то несъеденным то забирать это не стоило остатки однозначно доедала его подводное царство рыбаки особенно чтили этот день и не пропускали возможность также поздороваться и побаловать водяного по традиции они могли легко влить в реку масло подсолнечное или даже могли купить за копейки у цыган худого коня откормите воду приличных размеров и скинуть потом воду вообще этот праздник очень старые древние и был распространен аж период зарождения христианства и язычества а также больших споров между ними также обращаем ваше внимание уже на территории наш нашей страны начинал таять последний лед и с этими пробуждался от зимней спячки и сам дедушка водяной а вместе с ним были и различные его друзья и прислуги по типу мавок русалок и других интересных и мистических существ ни в коем случае нельзя было сегодня даже подходить к водоемам рядом с домом с пустыми руками и без презента для водного мира если дети проходя мимо гуляя неподалеку или рядом с водой той стоило им обязательно кинуть хотя бы кусок хлеба и попросить обязательно об удаче родители с детства учили детей не кричать и не ругаться в такие праздники возле водоемов во-первых ругаться было и так плохо и это был показатель плохого поведения и тона в семье а во-вторых это было чревато тем что могли разозлить водяного и навлечь на себя беду также запрещали родители детям смотреть за кошками и собаками в этот день сами звери не несли никакой угрозы просто в этот день было нежелательно увидеть их драку кошки и собаки могли драться могли выяснить отношения и так далее по различным причинам они хищники им свойственно быть добытчиками искать и охранять свою территорию но для людей виденное было плохой народной приметой а именно вполне ожидаемой ссорой в семье поэтому взрослые просили детей избегать взглядом животных так как знали чего можно было ждать от них в этот ясный день неприятные народные приметы считали еще и пролитую на стол водичку люди старали не иметь дело с водой у стола а если и наливать или переливать ее из емкости в емкость то делать это возле нужно было черь возле дерева в саду так как растение уж точно не будут против небольшого полива пусть даже и случайного в этот день было запретом также выкидывать в мусор разбитое стекло и его осколки иначе мусор вы можете выбросить свою красоту и молодость во избежание их стоило собрать бумагу или газету и положить в темное и укромное место от всех но ни в коем случае не забыть о нем а по истечению времени без страха можно было выбросить эти остатки мусора потом можно выкинуть дожди 16 апреля традиционно означали что наступившая весна будет достаточно поздний и без ясных дней а долгий гром который сопровождает дождь в этот день сулил какую-то беду или несчастья спустя пару дней после если деревья до сих пор давали сок люди были чрезмерно рады многие могли не спеть не успеть это сделать заранее не собирали в емкости сок с деревьев после чего делали и закручивали на на зиму различный сок с добавлением трав меда и прочих вкусностей также настойки лечебные и для иммунитета да и прочие напитки которые варили смешивали или просто разводили обычной водой и пили а когда могли заметить что он и вовсе не заканчивался и лился рекой то могли понимать что наступающее лето будет очень дождливая и влажная на всем его протяжении также обращаем ваше внимание что день ангела сегодня отмечают и празднуют иван иосиф никита и феодосия 16 апреля наши предки традиционно в колодец бросали на счастье серебряную монетку а в доме обязательно окропляли углы святой водой чтобы туда не проникли никакие темные силы также друзья еще обращаем ваше особое внимание что категорически 16 апреля запрещено было делать и решать какие-либо финансовые вопросы далее планировать серьезные покупки а также брать деньги в долг или занимать деньги также в этот день запрещается выливать воду которой вымыли полы в канализацию использованную воду нужно вынести на улицу или оставить до завтрашнего дня недоступном месте если нарушить эту народную примету то наши предки считали что придется неожиданно для себя потратить большую сумму денежных средств которая может нанести вред вашему бюджету а вернуть материальное положение получится не скоро не рекомендуется умываться сегодня проточная водой иначе удача утечет сквозь пальцы в этот день для умывания лучше всего использовать воду которая отстоялась после процедуры лучше ее вылить под молодое дерево говорят что так человек станет счастливее энергичнее и к нему придет большая финансовая удача вот такой друзья у нас с вами день 16 апреля по народным приметам ну а далее у нас с вами лунный календарь на 16 апреля 2022 года друзья по лунному календарю у нас сегодня с вами 15 и 16 лунный день друзья полнолуние обращаем внимание в знаке зодиака весы знаете в какой-то степени сегодняшний день это день будет искушение обманы иллюзий и грехов также в этот день за многих людей захлестнет шквал энергии человек может чувствовать обострение всех чувств и процессов происходящих в нем причем проявлять себя с особой силой будут не только отрицательные качества но и положительные так что только от вас будут зависеть какой энергии вы дадите выход в этот день интуиция достигнет своего апогея все предчувствия этого дня и будут иметь свойства сбываться в самом скором времени нельзя допустить чтобы сегодня разум был в подчинении у эмоции а иначе день чреват очень плохими событиями контролируйте сегодня каждое свое чувство которое вы проявляете на людях и не давайте отрицательным эмоциям захлестнуть вас работайте над сегодня над своим сознанием не нужно допускать черных и плохих мыслей гоните прочь пессимизм и уныние никому сегодня не желайте зла помните что все плохое бумерангом вернется к вам же и вы знаете какой-то степени этот день будут борьбы между тьмой это нашей самоуверенностью нетерпимостью гордыни вспыльчивостью и светом где царит любовь терпение и сми и смирение сложность этого дня будут еще в том что вы сами решите каким станет этот день вашей жизни темным или светлым а такие вопросы никогда не решаются легко ведь недаром символом этого дня является змея она ядовитая и в то же время мудрая она гармонично сочетает в себе смерть и жизнь зло и добро тьму и свет и причем при том как нравственная и физическая помимо всего этого это очень хитрое животное поэтому никогда не старайтесь соревноваться с ней в этом друзья что же касается стрижки волос то сегодня вас намеренно будут уговаривать изменить внешность но будьте пожалуйста бдительны постарайтесь самого утра выглядеть хорошо это задаст более позитивный тон всему дню волосы соберите в косичку в пучок или вовсе оставьте распущенными никакие косметические процедуры или стрижки вас сегодня не порадует химическая завивка или ламинирование станут причиной мигреней если вам все равно хочется перемена такое возможно то окрашивайте волосы в темный цвет тогда неудачи любые при этом от вас отступят также сегодня сделайте гладкую прическу прическу и волосы выпрямить утяжком все это привлечет к вам позитивную энергию и поможет сбыться вашим самым заветным и сокровенным желанием космическая энергия подарит вам активность и любые слова будут легко притворяться в дела также обращаем ваше внимание что все-таки 16 апреля на сами полнолуние знаки зодиака весы и многие люди будут ощущать достаточно многое энергии будет распирать кто-то будет стремиться ругаться спорить что-либо доказывать поэтому зная об этой ситуации будьте будет более осторожны более внимательны не идите на конфликты на ссоры есть возможность все таки это суббота отдохните займитесь с собой это очень важно друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации были для вас полезны и важны с вами как всегда был канал эзотерика для тебя подписывайтесь на наш канал также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка в описании к этому видео на наш телеграм-канал ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимаете смотрите там полезной важной нужной и интересной для вас информации